Друзья, сегодня мы пройдемся по улице Жуковского. Сначала посетим интересный дворик искусств во дворе дома номер 6. Затем обнаружим, что в арке дома номер 21 настенные граффити покрыли новой краской. Во дворе дома номер 31 увидим гранитный фонтан и не только. Узнаем про легенду Луча Филиппова и кто жил в квартире номер 11 в доме 37. Будем искать самый маленький памятник в Петербурге в доме номер 20. Найдем дом номер 16, где жил поэт Василий Андреевич Жуковский. Узнаем про легенду дома печального ангела номер 5319 и посетим парадные дома номер 28. Ну здравствуй, дружи! Мы с Анюткой идем сегодня на улицу Жуковского. Жуки! Рекция на 2 часа. На 2 часа у нас 8 контрольных точек. Начинается улица от Литейного проспекта. Улица Жуковского получила такое название в 1902 году в честь великого поэта Василия Андреевича Жуковского. Поскольку он проживал в доме номер 16 по улице Жуковского, не помню в каком году, в 1809 году впервые приехал в Петербург. До этого улицу носило название Садово-Итальянская, Итальянская, Мало-Итальянская. Такие названия связаны с заложенным на фонтанке дом 36 дворца для дочери Петра Первого Анны Петровны дворца в итальянском штиле, как было принято тогда говорить. А в городском фольклоре улицу Жуковскую называют по-простому жуки. Ну что ж, друзья, пойдем вперед. И у нас первая контрольная точка – это домик номер 6. Ну и все, погнали по жукам. А да, собственно, все то же самое. Кафешечки всякие интересные, как и везде. Хабь еще раз. Горик. Горик. А вот не он? Ну давайте зайдем, да, посмотрим. Интересно. Интересно. Ну что, друзья, мы подошли к дому номер 6. Это доходный дом поручика Струбинского, который был построен в 1880 году. Доходные дома впервые появились в Петербурге в середине 19 века. Они строились на деньги владельцев для сдачи квартир в аренду. Здесь нам интересен внутренний дворик. Так называемый двор искусств. Давайте посмотрим его поближе и подробнее. Доходные дома. Все для бизнеса, как говорится. Коммерция, ребята. Везде коммерция. Ну, честно скажу, друзья, ничего особенного. Ну, вот мужик какой-то сидит, не знаю. Там дальше стена разрисованная. Ну, какие-то обычные граффити. Ну, так или иначе, здесь творилась история. Ну, это водяной, походу, да? Какой-то водяной. Не? Не он? Ну, вот какие. Видите? Вот женщины чуют. А еще в доме номер 6 в 1901 и 1902 годах проживал будущий поэт Осип Мандрештам. Короче, вот красота. Троссмартерная будка, разрисованная в граффити. Кто-то, как говорится, вносит креатив в темные, закрытые питерские дворы. Вон еще какие-то картины висят, смотрите. Здесь вот по фасаду вокруг картины какие-то висят. Мозаичное панно. Сейчас мы выходим из вот этой вот арки. Пушка немного. Переходим на ту сторону улицы. На ту сторону, да. Нам нужен дом. Нам нужен дом. 21. Да, потом 31. Все, идем. Че тут вот перегон, дорога, не положено место, а? Ничего нет уже, мы все зарисовали. В общем, здесь когда-то было граффити. Теперь его нет. Походу дело, все замалевали. Обычный? Да. Третья контрольная точка. Дом 31. Доходный дом промышленника Сигизмунда Дейчман. Вот так вот. Сигизмунда Дейчман. Это вам не похорь мухарь. Не похорь мухарь. Кстати, помнится мне что-то ты говорила там про какую-то фабрику обувьми. Которая... Мы не рекламируем. А, ну да. Мы просто производят похожую... Да нет. Просто название у них, как фамилия Дейчман. Вот так вот, да. Не просто так, видимо. Так, но у нас тем временем дом 31. Да, это доходный дом промышленника Сигизмунда Дейчмана, построенный в 1908 году. И он интересен нам внутренним двориком с фонтаном. Ну что, идем дальше. Внутренний дворик доходного дома Дейчмана примечательен своим фонтаном, который является настоящим памятником петербургским зодчим. Он выполнен из гранита. От глыбок в противоположной стороне идет каскад из трех гранитных плоскостей. На самой чаше мы можем видеть рисунки и чертежи. Также во дворе можно отметить интересную крытую галерею, соединяющую дом с дворовым флигелем. И металлическую композицию на архитектурные темы на Бранмауре соседнего дома. А сейчас мы идем к дому номер 16. В общем, сейчас мы направляемся к дому номер 16. Это дом, где жил Василий Андреевич Жуковский, когда впервые приехал в Петербург в 1809 году. А вот, кстати, и табличечка висит. Кто тут жил, да? Встали недавно, когда я сошел. Встали, да. Я в Москве такие видел. Вот я говорю, жил Жуковский, а на углу этот самый профиль Менделеева. Точно Менделеева? Ну, по крайней мере, там так написано. Да и Менделеев. Здесь, в общем, была когда-то женская школа, потом школа Дзержинского района. Что еще говорилось? С углубленным изучением французского языка. Вот так вот даже. Видимо, поэтому мы повесили Менделеева. Сейчас мы идем к Дому 37, который не только связан с историей советского кино, но и... А он связан с историей кино? Я не знал. А, это вот это дом. Нет, это советское российское кино и с легендой изобретения луча Филиппова. Кстати, там Филиппов тоже экспериментировал. Мама, не горюй. И помер, кстати, при загадочных обстоятельствах. О, смотри. Видимо. О, ничего себе. А что? В начале 20-го столетия ученый-энциклопедист Михаил Михайлович Филиппов заинтересовался изучением электромагнитных полков и возможностью передачи взрыва на большие расстояния. Он предполагал передавать эту энергию на большие расстояния. Сделав взрыв в Петербурге, можно будет передать ее действия в Константинсинополь. И опыты он проводил весьма опасные. Но 11 июня 1903 года при таинственных обстоятельствах он погиб в своей лаборатории на пятом этаже этого дома. Официальное заключение – смерть при невыясненных обстоятельствах. Полиция изъяла все его записи и приборы. А мы так и не узнаем, над каким оружием работал Михаил Михайлович и как именно он погиб. К сожалению, мы не можем зайти во внутренний дворик. Там есть один интересный для нас объект. Долгое время, в 19 веке, во внутреннем дворе располагалась конюшня. В 1920-х годах ее ликвидировали. А на месте из флигеля сделали квартиру, жилое помещение. Квартиру номер 11. На землю настелили доски, и все, жильцы въехали. Проблемы начались зимой, когда в квартире было так холодно, что замерзала вода. Именно в этой квартире долгое время проживала семья Василия Васильева, который известен всему СССР по роли Яшки Цыгана в фильме «Неуловимые мстители». Семья Яшки Цыгана здесь жила. Вот он долго. Да еще и в квартире перестроенной с конюшней. В общем, во дворе этого дома установили память. А что за дом? Будем с боем прорываться. Очень хотим посмотреть, что же там такое. Не пускают. Смотрите, она сломала. Выгнала с моей железы. Да, видишь? Друзья, оказывается, за вот этими воротами во дворе находится самый маленький памятник в Петербурге. И это уже не чижик-пыжик. Это необычный памятник Данилу Хармсу, советскому писателю и поэту, жившему недалеко, буквально в двух шагах отсюда на улице Маяковского, дом 11. Эта фигурка точная копия автопортрета писателя, сделанная им на полях своей рукописной визитной карточки. Все. А дальше очередной доходный дом, дом 20. 1834 года постройки. И там нам очень интересно отреставрированная парадная. Надеюсь, мы туда попадем. Кстати, в одной из парадных очень мутные события произошли однажды. Завоили человека. Некого Блинова. Не Блинова, а этого... Иванова, инженера Иванова и его родственница Смагина. Пришел некий родственник Яков... Смагина. Да, Яков Блинов. Блинов. А, Блинов завалил Иванова и сожительницу Смагина. Не сожительница, а родственница Смагина. Забрал у них хлебные карточки и его арестовали как раз в пыльночный номер 57 на улице Восстания. А еще он был в военной форме, но не был военным. Да, он был в форме сержанта, но не был вонослужащим. Вот такая вот незамысловатая бытовая история. В общем, повязали его в булочную. Ну, а мы идем в дом 28. Пойдем посмотрим. Там дом 28, а напротив он розовый дом, дом печального. Дом 53, 19, дом печального ангела. О, интересно такое. Сейчас посмотрим. Друзья, мы подошли к интересному дому на перекрестке улицы Жуковского и улицы Восстания. Он называется дом печального ангела. На щипце изображен барельеф крылатой женской фигуры. И жители прозвали его печальным ангелом. Это доходный дом потомственного почетного гражданина Петербурга, староста домовой церкви при Петербургской духовной семинарии Пантелеймона Бадаева. Легенда гласит, что изображение ангела проктировщики внесли не случайно. Якобы таким образом владелец дома Пантелеймона Бадаева хотел увековечить память трагически погибшей дочери, которая выбросилась из окна. Вот такая история. Да? Французское литье. Это я шучу. У меня бывает. Я думаю, что вот этот вот дом ангела это самая основная достопримечательность по этой улице. А у нас тем временем остается последняя контрольная точка. Какая? Дом 28. Дом 28. Ну что за дом? Дух словак? Дом с красивой отреставрированной парадой. Вот так вот. А как туда попасть? А, мы пришли? В общем, мы всеми правдами и неправдами попали. Во двор все. Где эта парадная, понять не можно. Ну, такой же обычный, крытый двор. Там аппарадная, она с выходом на улицу Жуковского. Так что мы тут вообще, походу, дело не туда завалились. Сейчас нас как на Бутскую Парадную отреставрировали в 2018 году, максимально вернув ей дореволюционный облик. Здесь, советского периода осталось 5 слоев масляной краски. Только месяц ушел на ее смывку. А в восстановленной лепнине вернули исходные цвета. Там похожая есть парадная, но мы туда чуть не дозвонились. Пойдем. Машин что ли мало? Там они покруче катаются, да? По дороге. Это не там? Нет. Это не отреставрировано. Но это та же, где здесь вот события. можно погоняться. зеркало тушим. Привет. Здесь вот все эти события произошли, в которых мы рассказывали. В этом подъезде, в этой парадной. Вот она сама парадная. Классно? Классно. В общем, обычная питерская парадная. Ну и все, друзья, вот такая вот нам представилась улица Суповского. Со своей такой коротенькой историей. Заканчивается она у БКЗ, в котором в 2006 году Анюта была на концерте Валерия Миладзе. Миладзе. Говорит, уши болели от басов. Испытывала дискомфорт, скажем так. В легких был. До новых встреч. Все. Всем добро. Кстати, а вот в этом розовом доме это уже неинтересно. Вон там вон розовый дом, видите? Анюта говорит, Пьеха там живет, иди там. Да, иди там. Или жила. Или жила, не знаю. Все, всем пока. Интересный дом, да. Звонят. Субтитры сделал DimaTorzok